Сведомые ликуют, заминусовали страницу FIFA в социальной сети Facebook так, что администраторам пришлось отключить вкладку отзывы. 400 тысяч отметок плохо за 12 часов, такая вот перемога. И все во славу хорватских патриотов незалежные, Дамагоя Виды и Огнена Вукоевича. Да-да, тех самых экс-игроков Динамо Киев. Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину. Давай-давай! Хорватия, вперед! Записано, если кто-то пропустил после матчей сборных России и Хорватии. Вукоевичу такое стоило место в тренерском штабе, отправлен домой досрочно. Ну, а Виде вынесли предупреждение. Так называемым «укропатриотам» не понравилось, решили наказать Международную федерацию футбола дизлайками. Теперь радуются, мол, флешмоб удался на славу. Правда, всем этим минусовщикам оперативно прилетел бан. Ну да, это, конечно же, Путин виноват вместе со своими хакерами и ботами. Без шуток, примерно так и пишут. Зато украинцы и хорваты оказываются братья навек, в том числе на поле боя. Это все шутка. Реакция Виде после первого ролика. Виде быстренько отыграл назад, типа он пошутил. Нет, это не шутка. Это все совершенно серьезные политические вещи. Ровно такие же, как, например, в матче Швейцария-Сербия. А за Швейцарию, мы знаем, играет огромное количество, непонятно, ненормальное количество этнических албанцев. И вот когда они демонстрировали сербам вот эту птичку албанскую, значит, орла, это не шутка. Это совершенно конкретный политический выпад. Совершенно конкретная политическая подоплека. То же самое оказалось и в случае с Видой. И видите, ФИФА, во всяком случае, смогли отреагировать на это все. И, во всяком случае, сделали ему замечание. Я не думаю, что в перспективе он себе будет позволять такие шалости. Скорее, абсолютные глупости. Реакция ФИФА в то же время понятна. Вида с легкой руки смешал политику и спорт. Шутник не угомонился. Записал второе видео. Все так же прославляет Украину. Видимо, одного предупреждения оказалось мало. Слава Украине! Это видео разместил у себя на странице украинский блогер. И тут понеслось. Призывает обвалить рейтинг официальной страницы ФИФА. В комментариях писать «Слава Украине!» Мол, тем самым доказали. Выражение вовсе не унизительное. В общем, националисты заразу подхватили. ФИФА вынесло предупреждение в виде. Это прямая дискриминация. Верх наглости. Человек, который двумя словами привлек внимание мировой общественности к популярному национальному приветствию. Не любил игрока Дамаго и Виду за постоянную дыру в динамовской защите. Но сегодня хочу поддержать человека Дамаго и Виду. В итоге те, кто ставили единицы ФИФА и распространяли лозунг, администрация Фейсбука отправила в бан. Самых воодушевленных по ступкам Виды, конечно, не остановила. Красавчик, красавчик. Уважение. За что? Почему вообще решил прославлять Украину? Последние пять лет Виды выступал за киевское Динамо и вполне успешно. Поэтому, мол, имеет право кричать националистические лозунги направо и налево. Такого мнения уже Федерация спорта Украины. Лозунг «Слава Украине» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В общем, Федерация спорта в поступке Дамогоя не видит ничего такого. Ну, кто бы сомневался, если с реакцией Киева все понятно, то почему вдруг за виду вступился Михаил Боярский? Большой вопрос. Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. «Слава Украине! Ее все любят!» Что же плохого в этом? Действительно, что плохого? Но это не просто высказывание, лозунг бандеровцев, которые стреляли своих, сотрудничая с Гитлером. Сейчас именно бандеровская идеология пребывается едва ли не как официальная Украине. Складывается впечатление, что Вида орет и совершенно не понимает значение слов. В то же время эксперты уверены, высказывание Вида не скажется на его карьере, а вот хайпануть на волне украинской ненависти к России вполне. Он будет выступать где-то в Европе, где, в общем-то, скорее всего, этим словам не придадут значения. Но самое печальное, что Вида очень сильно подвел, в принципе, саму хорватскую делегацию на этом чемпионате. Вида играл за киевское «Динамо» во времена событий на Майдане, поэтому с русофобией так или иначе соприкоснулся. После последнего видео складывается впечатление, что Вида и вовсе записал уже себя в эти ряды. Каким-то странным образом фанаты «Динамо Киева» и многих других украинских клубов фактически помогали службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам разбираться с неугодными политическими оппонентами. И, конечно, это все затронуло, безусловно, и тех футболистов, о которых мы с вами говорим. Ну, очевидно, что Вида просто на руку лишний пиар, а украинцам, ясное дело, нужен очередной национальный герой. Лишь бы повод. Что бы он ни сделал, даже если он снял бы станы и показал бы всем голую задницу за Украину, на Украине сошли бы это геройством и сделали бы это великолепный, так сказать, поступок, а то еще и памятник бы, может быть, ему поставили, да. И здесь в данный момент, то есть на реакцию Украины не нужно обращать внимания. В общем, футболист на волне хайпа. Почему записал очередное видео, никак не прокомментировал, но теперь отделался шуткой. Вряд ли получится. Кстати, специально для тех, кто уверен, что Вида и Букович могли говорить что угодно. Напоминание от Василия Уткина. Перед началом крупных турниров, будь то чемпионат мира по футболу или другое соревнование, спортсменов всегда извещают об отсутствии свободы для высказываний с политической подоплекой. Извещают обязательно, иногда даже под роспись. В любом случае, об ответственности знают, но, как видно, не всегда ее осознают. Так что защитник хорватской команды может сколько угодно извиняться, пытаться обратить все в шутку или говорить о привете фанатам того же киевского «Динамо». На деле, должен быть доволен тем, что хотя бы избежал дисквалификации. Но вообще ничего удивительного. Раз уж на Украине почитают своих «кровавых героев», в кавычках, ну, в смысле бандеровцев, то почему бы им не брататься с теми, кто превозносит хорватских усташей, в принципе, одного поля ягоды. Помимо прочего, Вида одним лозунгом не ограничился. Слава Украине! Белград! Горе! Потом оправдался, мол, Белград в данном случае не столица Сербии, а ресторан в Киеве. Когда хорватский футболист говорит «Белград горит», то имеет ли он в виду ресторан или что-то там, или там, я не знаю, там какую-то станцию технического обслуживания автомобиля, которая почему-то называется «Белград». Но это совершенно не важно. Ты делаешь провокацию, ты разжигаешь. Кстати, вот нашему следственному комитету следовало бы обратить, мне кажется, внимание на вот эту историю. Потому что виды разжигают. У нас хорошие отношения и с Сербией, и с Хорватией. В Хорватии по-прежнему сильны традиции усташей во время Второй мировой войны. Это свои хорватские бандеровцы, свои кровавые герои. Напомню, усташами было основано так называемое независимое государство Хорватия, и начался геноцид. По разным оценкам, хорватские националисты убили до полутора миллионов сербов. Хорватия виновна и не признает себя до сих пор. А несколько лет назад так называемые усташи приехали на Донбасс. Хорваты воевали на Донбассе на стороне ВСУ против ополченцев. Были распределены в Национальную гвардию батальон Азов. В него входят неонацисты. Сами же себя называют добровольцы. В числе так называемых добровольцев было и немало хорватов. Я видел, во-первых, и флаги. Их неоднократно в Широкино, на расстоянии 100 метров от нас. Это, кажется, была позиция в район санатория, который расположен в Широкино. Он в свое время был таким укрепрайоном. И там, например, наряду с грузинским флагом, флагом правого сектора, был в том числе и флаг Хорватии. Участие тех самых хорватских добровольцев в боевых действиях на стороне Киева подтверждал даже МИД Хорватии. Но вот доказательств каких-то их военных успехов нет. Они бежали в панике, как я вот приводил тоже в своем материале цитату. Действительно, я, например, спрашивал в такой беседе, ну что, видели хорватов, видели поляков? Они говорят, в лицо мы их не видели, ну а спины, да, конечно, удалось разглядеть. Это лишь исключение. Так или иначе, несмотря на все, Хорватия сейчас больше прорусская страна. Акции политического характера, посвященные так или иначе усташам, они более показательными. То есть хорваты, в отличие от украинцев, они в своих акциях, в своей борьбе и в своих каких-то вот амбициях, да, на этнические числи, в том числе, они не агрессивные. На фоне всего этого заявление «Домогой виды» выглядит жестоко и дико. Футболист же себя виноватым не считает. Скорее всего, и правда, не знает историю своей страны. В Российской Госдуме, между тем, намекнули на необходимость административных последствий. Ну и пришли к очевидному выводу, играл на Украине и заразился. Тем более, в среде динамовских ультрас, которые еще до событий на Майдане были хорошо известны своими русофобскими взглядами и кричалками. Вот и сейчас в стране не остались «Хвала Домогой» – баннер на товарищеском матче рядом с черно-красными знаменами запрещенного правого сектора. Пожалуй, без комментариев. Но с другой стороны, масло в огонь уже подлито. Еще одно видео с участием все того же 21-го номера сборной Хорватии. Слава Украине! Белоград! Гори Аймон! Браты, пасы, поздоровы! Попая добра! Киеву, таблоскоп! Где и когда снято – неясно. А больше всего удивляет присутствие в кадре еще и Ивицы Олеча. Четыре года защищал цвета московского ЦСКА. На Украине ни разу не засветился. А Россию всегда отзывался исключительно хорошо. Так он-то тут при чем? Ждем объяснений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok